Я понимаю, что оптимизация, все хорошо, все рядом, реанимация и так далее. Но при этом произошло сокращение койко-мест, которых и так, их заболеваемости не хватало в нашем городе. Сейчас их было 54, сейчас их стало 44. И уже сейчас вот мамочки пишут, что дети лежат в коридорах. Периодически их переводят из палаты в коридор, а потом из коридора обратно в палаты. Как вы можете это прокомментировать? Ну, во-первых, у нас два инфекционных отделения на 40 и на 44. Но одно кишечное инфекционное, а другое, другое инфекционное. Но это, тем не менее, профиль койкоинфекции. Это выше норматива почти на 15%. Работа койки вашей инфекционной службы составляла 170 дней в году. Ну, понимаете, да, из 360 инфекционных койко работают 170. Нормативно инфекционных койко, ну, около 300 с учетом обработки, этапности закладки, там, 290-300. Поэтому сказать, что мы их уплотнили и сейчас невозможно работать, это, безусловно, несправедливо. В чем вы правы? В том, что необходимо было открытие кабинетов неотложной помощи для тех детей и тех семей, которые отказывались от госпитализации практически в первые сутки после поступления. То есть, не секрет. Родители видят, что у ребенка температура, проблема, напуганные, обращаются к медикам. Делают снимки, делают анализы, диагноз серьезной пневмонии или бронхита снимается. И родители говорят, мы пошли домой.